здравствуйте братцы храбрецы они же друзья выживатели продолжаем мой челлендж pms 200 который заключается в том что надо прожить 200 дней в рамках испытания пока мертвый спет я пока прожил очень мало но мы сейчас продолжим я прожил пока не мне 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 9 дней здоровья 100 процентов вот видите тут здоровье не показывается с бонусом а на самом деле она этом столь и то ли 103 то ли 104 процента я просто раз там активно бомбил и во время бомбления потерял здоровье поехали насколько помню я приперся куда я приперся я приперся в вагончик около гэскартер чё тут хотел уже не помню я спальник искал да после вчерашнего стрима 12 часов уже ничего не помню да спальник я нашел очень хорошо ну значит пойдем залутаем гэскартером и возможно добудем оттуда еще одного ленту так ну в домах мне к счастью жить можно этого мне выживание бомжа тут все как обычно так чем сложно испытание пока мертвые спят и а тем что тут над постоянно жрать потому что хп теряется не восстанавливается ничем кроме шприца первой помощи только шприцов его можно восстановить а шприц от у меня пока еще и нет так что тут по одежде одежда 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 хреновая инструментарий есть топор она топор я нашел самодельный в лагере браконьеров в лагере браконьера лагерфельда я его нашел книгу я еще не читал похоже прочту не скоро ладно го я здесь осматривал в аптечку охрену знает осматривал я вниз на а лампа у меня есть а лампа у меня есть об этой заходил по-моему да я заходил не а потом сюда зашел эту чуть-чуть поспал я помню сошел на последнем издыхе да у меня там было активное замерзание а я уж и в машине побывал ничего не помню прям как память отшибло а дров то у меня много дров у тебя не очень много один уголь 4 дрыны значит сначала зайдем на с картер там по шара ходимся может там что-нибудь найду интересный для себя может ничего интересного не найдут обещал я вам голос записать после стрима но вот он у меня вот такой в этот раз почему-то не получился грубый как обычно бывает обычно после 12 часов стрима у меня голос очень такой сегодня как-то прям как и не было 12 часов стрима хоть по новой начинай привет брат олень как сам да вижу сам ты плохо замерз и кости у тебя торчат не кормили тебя что ли ладно пошли с картер посетим гвоздодера правда не имею не смогу полностью и все обыскать некоторые шкафы останутся открытыми вообще на газ попадается гвоздодер сколько я помню не очень часто на газ попадается гвоздодер газета у тебя в жжж в жжж тебя ну я это отсюда 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 возьмите газетка и одеться а а а он все вы с вашими дурацкими шутками до озеровка озеровка вот и опять слушай металлоломчик можете сразу на пилюкать кошта коль кошты кошты уж туда припорся талаломчика на пилюкать грыж пили пила пока не пила ладно напилюкал чуть-чуть ей будет пусто пусто здесь будет пусто текс секонд баллонов то понаставили красительный да не нужны мне ваши красительные баллоны шарф но он мне никуда не вопьется этот шарф он же холоднее чем мой красный по моему вся надо сейчас будет уточнить вообще да вроде как холоднее а какой у меня степень о это кто же тут пришел ты извиняюсь отлить это в ярости носки заколебали вы меня носки в мусорку их мусорку она мне носки пока одним ну если починем будут они давать не 0 а чё 0 2 градуса буду давать или 0 3 блин писяц что за носки такие нет шарф а если починить да не он отстойный он отстойный дичайный дичайни вон да носки грандиозные ватсон вы не находите такой игре такие температурные бонусы мне кажется вообще должна отсутствовать температурный смотри а вот этот бак он так и не исчезает видите на экране едва заметная это надпись найденное новое местоположение вот хрен она теперь исчезает вот ее заметно когда начнут такой темненькой наведешься вот в левой части крана видите вот и найдено новое местоположение да да ватсон а жизнь налаживается налаживается я думаю это только это было на стриме заметил но она такая не не очень явная надпись прям если не вглядываться и и прям ее и не видно того вроде как но перфекционисты могут страдать от этой надписи от того что на все маячишь этот маячь мне заперт как а этот закрыт у меня открытых нет ничего в запертых не могу найти не на вот шкафы и сюда уже открывать не пойду так верстачок на верстачке у нас чего там непонятно заходим сюда им так а время тут главное до ночи слинять пока сияние не наступило а то провода как начнут искрить поджарит три секунды особо не погуляешь поэтому надо свинтить отсюда до наступления ночи ким а ты не открываешься слушай дачи ничего тут нет кроме книг но книги ладно я сожгу и топлива книги пригодятся а вот еще красный ящик красный ящик что ж ты вьешься да я хоть металлолом себя отпилю закрыться с паршивый газ картер хоть металлолома кусок так металлолом кусок слышь ты кусок металлолом надо отсюда уходить по быстренько это особо мне тебе еще пройти всю а потом календару вернуться алендера зажарить зажарить его кулинарию а много еще кулинарию качать а эти вот не туда зыркнул кулинарию разделка тушь разведение огня рыбалка починка самая крутая у меня на данный момент по они кулинарии все-таки да не починка кулинарию самое далеко ушла мне 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 тут у нас то там нас сейчас еще в сейф надо заглянуть сейф сейф иногда попадается сироп кунацкий верстаков тут конечно нас гс-картер упана шоколадный эффект шоколадный эффект после жаркого лета так а тут еще одна ножовка инструмент синий но синий тоже хорошо синий тоже хорошо а я вот не помню уже у меня какие-нибудь инструменты есть в доме зверового или где-нибудь вообще бацан вы помните блин надо надо ну ладно неважно синий инструмент я не мне мне потащу с собой перевеса особого нету да пока нету значит потащим отнесем так внимание играет дикселент мел и конова поехали ватсон да поехали примерно 8 ну что ваши ставки господа взгляд мой радует всегда я голосую за то что там будет кленовый сироп и куртка дровосека и сейчас я открою сайт алиэкспресса закажу себе губозакатательную машинку по случаю всего этого я думаю тут не будет ни сиропа не тем более конкурт кедровой секом что роскотал а пилил ли я какие березы я щас не помню я после вчерашнего 12 часового стрима что-то вообще не помню что мне в этом выживать так 8 а тут примерно 11 и ишь ты поназакрывали черти фулюганы чё тут прячется не знаю сеть это на гидро электростанции коды доступа ватсон внимание открыть ну конечно не куртка дровосека да но повязка его бы починить ватсон есть чем чиниться чинить чем есть значит срочно ее чиним потому что она в хреновеньком состоянии это цельный лишний градус лишний градус да тебе щас лишний градус лишний гемор так 95 процентов но годится нам инфраерок ты правильно карп меркуешь и какой же бонус тепловой плюс 11 но это конечно вообще ни о чем бонус плюс 11 какая-то хрень еду надо есть беречь ее нечего слушай а чё мне здесь так мало это а я наверно тимофеевку не собирал который внизу растет да потому что я бежал я сильно замерз я там оленя по-моему это отжаривал ну сейчас я оленя немножко съем ну там оленя блин на нем далеко не уедешь на этом оленя чё-то там чё-то там с него слопаешь ну будет там у него немножко мяса грамм шестьсот прокачаешься чуть-чуть кулинарию тут вот чем пмс не жесткая шо ладно хп у него останавливаться так еще постоянно чё-то жрать надо поэтому надо двигаться 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 в поисках новой еды рыбалка пока невозможна эта помощь никаких кишков не высохло поэтому надо двигаться двигаться еду себе искать красный факел когда уж там лук себе изготовишь тогда будет попроще можно можно стрелять но еда сама будет приходить будут штурмовики приходить играть хочешь меня в хорошем смысле съесть я буду говорить да давай съем съешь меня так он будет говорить съешьте меня остриенную лампе какая твой хуйенькая пути добую съесть меня обыскать труп конечно делает неблагодарный труп а обыскивать да лёшка но чё делать если у него иногда бывает что-нибудь полезное сколько тканей ты с собой нас оттаскаешь 18 ткани много не бывает и с этими словами он порвал очередную тряпушку слушай а если выйти на ту сторону там же тоже алендер валяется ну так-то но так ну давай сходим к тому алендеру это так уж те ты только уж тем что тут сейчас можешь так долго заторчать там ночи все дела не ну в принципе если в окно влезть там ночевать можно там сияние там сияние не мешает если в окошечко залезь со стороны плотинами ладно пошли точно там же еще один олен есть надо его тоже разделать ведь у меня олени олени возможно только в виде трупов кролики-то в испытании не живут а олени тоже на труп оленевские валяются к счастью трупов кроликовских не валяется живот спичек у меня полно вчера вот я на незваном гости играл и прямо у меня спичек ток 2 коробка я нашел там за 20 дней некоторых потом там случайно сдохну кто стрим смотрел видел сдох по тупости забыл залечиться после того как меня волк покусал ну повязочкой кровь то остановил а вот слушать что тогда я сейчас сюда не пойду я все равно потом наверх полезу тогда пошли сразу так повязочкой кровь остановил остановил давай разрубим 146 калорий кровь то я повязочкой остановила антисептик не завязывал хотя у меня были полный карман антисептик но я просто что-то затупил забыл отвлекся и разумеется ночью как положено ласты склеил до аккуратненько так чпоненько-чпоненько один лаз к другому пластик все аккуратненько склеил чинно благородно так олень конечно хорошо но ты тут видишь ветеровок ты там уверен что у тебя что-то получится нет я не уверен что мне что получится я буду питаться пойдем путать путаться не путаться не надо помню вчера геморроился у него костер развести не мог до сегодня такая же история у него костер хрен желает разводиться как слишком ветрено у вас то ветрено не но вот это меня не устраивает вот ветрено это меня не устраивает я конечно могу вот сюда подойти костер развести а ща о погоди защита показана ты пишешь что неправильное место вы определитесь а вообще чем можно что нельзя чем сердце успокоится еще металлолом лежит блин это далековато от оленя будет хотя ладно а у меня что мы лечить ли стекло есть есть 49 процентарные горючего у меня сколько не горючего у меня мало горючих ну как слишком ветрено то это горючего не дам никому такая горючая нужна самому вот но мне кажется все это ботва ну да все это действительно ботва олень а как бы прямо у тебя ты блин ветер у тебя него не получится я помню в прошлое пмс-100 тоже геморроился с этим оленем разжег мне постоянно костер тут задувало задувало это наверно бак какой-то что здесь нельзя костер развести ну чё ему тут не не разводится защита от ветра есть неправильно размещение объекта о так спички наши друзья давая увлечили все вам разводить хоть спички наши друзья вот тут я и на стриме кое-как пристроил костерок но мы подозреваем что сейчас его задует и гореть ему недолго поэтому можно оленя быстренько за лутать а приготовить потом в бронспойте внутри гэскартер но это надо сделать наступление темноты потому что там хотя бронспойта тоже можно спать и как-то стояла бронспойта и началось сияние вроде банк брандоспойт это то не подступает прям уж там сильно в упор это как его зовут электрические провода не подступают уголь 1 так может книгу еще сожжем у меня этих книг тут плюс 5 но пока суть дядь суть до дела до плюс 5 слушай а чё ты еще не находил для этого а я не взял все я понял я же в рыбацком бараке сидел а чё я там делал не помню вообще ничего не помню костер ты гори пожалуйста ага ну я же говорю я лендер будет не на ту кнопку нажал меня отмену надо до отмену сделай да брат я не хочу брать эти апельсины отмену сделай да сделал я уже отмену до взял и срезал очень большой кусок ну дядя сашина чего такой ну как так можно такой большой кусок было большой кусок для маленькой для маленькой такой компании да вот что то я тупанул что я как всегда туп 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 тупанул не в администрации турбазы у меня точно есть котелки ну короче котелок мы где-то потерян потерял я котелок потерял я котелочек котелочек куда не варит туда костер погас куда котелочек свой не варит да ёперный театр после жаркого лета так знаешь чё резко делаем вот так резко резко как понос делаю вот так чё мне дороже из оленя кишки или кожура не кожура 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 мне не дороже кожура мне не нужна мне кишки нужны потому что кожура кожу они поговорить и кишки кожура все правильно ё-моё ну давай давай пожалуйста пожалуйста не замерзай кишки я заберу допустим из этого из волка позорного пошли отсюда нахрен пошли отсюда нахрен не питьевая вода да я вижу что вода не пить его не пошли 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 а то потом будешь матом ругаться она тебе надо не не надо лишь ветер 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 туда где-то видел чем металлический лом вот он он металлический лон это лом старший помощник металлический лом залезай внутрь ватсон залезайте кожу дозу взяли мы взяли кожу иду мама я принес кожу ру о котелёк он не низок невысок кто кто в котелочке живет кто кто в невысоком живет ты ля ля как пусто ля тут пусто ну ёксель моксель а если думаем никого тоже никого к мэрси о спички блин чё-то со спичками в этом сохранении сделать непонятно их очень много я вот тут помнится на незваном гости находил себе находил себе вот тут где-то шапку вот в этом контейнере по моему или не в этих в этих вот в этих где-то я находил сегодня я ничего не нашел ну что такое да только кожура а инструмент у меня на спамли столько синие инструменты си си очень красивый я мышонок очень сильно страшно как у вас силий слышь ты вас силий так мне надо заправить мою лампу действия заправить в ней кончается диз топливом у вас нет лампа не вас нет масла я знаю что у меня нет масла а им о еще не шерстной шарфик айну айну айнот хэф масло а им нот хэф масло а им нот хэф овэль так тяжелого молота нету тут очки а где же мне тебя искать не не надо шкаф пилить не пилишь шкаф так но я еще не ходил где этому гадя может тяжелый молот у меня где-то лежит может я его оставил в этой в какого зовут может я уже находил я чуть не помню по-моему находил тяжелый молот у меня в этом лежит в администрации турбазы да блин ты чё тушишь но у меня так и так в администрацию пилить да по-моему там у меня что ли есть тяжелый молот счет я нихрена не помню ватсон проблема какая-то я тут помню тут не помню так я не буду в бронспойте ничего жечь я попру дальше я попру дальше не хочу и тут во время сияния застрять все ясно ты застыгал покидай нижнюю плотину и уходи отсюда уходи уходи в джунгли не он даже в газ картер с лампой это плюс 3 такая одежда дрищовская что так холодно то я не знаю конечно еще вскочу тут у тебя ля ля тут чё у тебя кроссовки жалкие уже все намокли он не кожи не рожи так я надеюсь метель заказа к закончилась надейся надейся заказа к закончилась а если метель заказа кончилась то сейчас у оленя присядем к стерок разожжем пожарим миском с него заберем кожуру и кишки а то мне только одна кожура и кишков из того ли не не взял вы что-то не подсказывает что нихрена цитовали не возьми слышь как метет там да значит я пойду спать я пойду спать оставлю мясо в оленя ай на мясо владец совлю воду и кипяченую и пойду спать уж а мне жрать ты нечего спать я там какие-то две жалкие тимофеевки не но я могу с утра тут тимофеевку пособирать мне что-то не нравится все это и закрой калитку чтобы там волк не шастал без меня но еще я принес до хрена всяких там ножовок инструмент все тоже пока можно по выбрасывать выбрасываем смотри короче кожура 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 выбрасить так вот инструменты вот зачем эти ножовку на сутка сутра будет починить но сутра сутра починишь так это пить не на ночь хватит проспать томатный сук не охота томатный сук сук а не охота зря жрать мне еще пригодится вот основная проблема это отсутствие еды еда отставить еда очень сильно очень сильно прыгать но можно чуть-чуть погрызть вот тут вот это вот это вот попить так смотри семь часов ты проспишь в принципе в принципе проспишь люби тебе хватит на 7 часов проспал все ты все проспал поздравляю поздравляю шарик ты балбес ты все проспал текс хлебаем аккуратненько хлебать на даку ну да вот это тоже сожрем так значит атаки вот у нас истории три часа я еще просплю а утро наступит через три часа кто знает наступит ли утро через три часа будет ли светло просто если будет светло то я может что-нибудь там починю светло о метель о метель какой ремонт надо ремонт рая порвать хотел извиняюсь не та кнопка it's not it's not ты тхис бот том или батон короче не тот батон ядрен батон дальше не тот батон получки потихонечку поднимаются тихонечку вылезать вылезать что это вас там такое вылезать 20 20 чего это вас там вылезать вот тебе и вылезать 45 минут все дир точно можно крафтить 45 минут прошло так крафтить сначала счет надо есть 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 вот это могу есть у меня здоровье все равно не восстанавливается так что но его можно использовать как для сугрева так и просто для того чтобы как пышу никакого толку нет того что я его пив здоровье не восстанавливается по одежде тут что тут носки вот хреновенький да да так в принципе все остальное чинить особо смысла нет давай ножовку одну себе починим чтобы она была як як новая вот стою перед вами простой на русский инструмент вообще можно обе ножовки починить делать особо нечего ну да сделать нечего это стопроцентно а эту если починить то какая она будет яка ты станешь я код и билл я код и 73 процента значит вот это стопроцентно пока на пол инструмент а вот это я спохожу немножечко слушай дядя саш ну жрать-то тебе нечего но я сейчас попробую чуть-чуть поспать и выбежать за тимофеевка может что-нибудь получится не знаю что там у тебя получится не знаю не знаю вас что там у вас получится олени шкура вот еще одна кишков нема и звены очень быстро разбирают кишки мне не достались да я пришел концу раздачи и немного по и увидел вот тена несомненная удача ничего не осталось мне от оленя не кишков никаких других уже там опять метель начинается а мне тимофеевки чуть-чуть надо собрать как быть как никак находить себе food она говорит ойнить food бен это нет это данила ойнить food как будет по-английски мне нужна еда ойнить food вот мне нить food очень очень сильно мне тиху этот food нужен они погода-то прям таки летует надо мною прям так такие летует ну вот пока food который ты пособирал больше ничего не получится туда пойдем там клен растет один одинокий клен растет пошли да да кинем до него свои вае не на обменники консоли а ноу-ноу ну ну но 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 консоли ас тимофеевки тут тоже кстати растет меньше чем на обычном и зоны мышь видите клён один вырос а А другого хрен там плавал. Другого нету. Да. Такая же история с березами. Одна береза есть, другая нету. Тебе надо в помещение заходить, если ты сейчас колеешь, минус 19 градусов. Ну, сейчас я Тимофеевку собираю. Чё мне потом сюда опять назад в этот закуток нырять? Дайте я уж тут это... Там Тимофеевки не видать. Ладно, всё. Тайм, тайм, тайм. Гайс, тайм. Ну, тайм, гайс. Ты глянь, у тебя чё есть. У тебя сейчас это... Загаба-заба-заба-заба... Э, Клён, ты где? Ты где, Клён? Я же тебя видел где-то. Слушай, ты так долго тут шаришься, что сейчас наступит писец. Беги быстрее нахрен отсюда. Всё, я побежал. А палочку можно взять? Мариван, а палочку, палочку можно взять? Нельзя. Да, вообще-то палочку не надо было брать. Сейчас ещё на пути к домику ты встретишь какого-то волка. Какого-нибудь волка. И будет зашибись. О, метель кончилась. И будет зашибись. Ага, действительно встретил. А где он есть? А, вон он, гад. Волк, иди, иди вж... Иди вж... Бзз-бзз, иди отсюда. Сюда. Так, я же туда заходил. Да, новое местоположение не найдено, написано. Значит, ты здесь был. Хорошо, мы здесь заночуем ненадолго. Предварительно закинемся вот этой вот фиганёй в виде Тимофея. Надо мне в ЖДВВ уходить. Приносить трос. Хотя сейчас можно вылазку быстренькую сделать и глянуть, есть там трос или нет. У меня же спальник есть. Если что, я там в пещере поспать могу, да? Да. Поэтому можно сделать вылазочку. И поглядеть. Есть там шо? Или нет там не шо? Согласен. Логично. Логика. А если трос есть, то я могу сразу во все тяжкие пуститься. Но если троса нет, то заверну оглобли взад. Ну, в смысле, назад пойду. Камень-то у меня есть? Есть. А ножницы? А бумага? Ну куда-то без камня. Без камня. Без ножниц. Без бумаги. Так-то метель как бы кончилась. Ну, что-то мне подсказывает, что мне надо еще чуть-чуть домики посидеть. Пошли посидим. Оставим на просушку клен. Оставим. Оставьте. Вообще, можно здесь пока металлолом сбросить. Пусть он тут очки лежит. Что-то я еще хотел. Что-то я там думал насчет... Что у меня там спальник? 70%. Давай спальник заремонтируем. Это не страшно. У меня очень много наборов для шитья. Так, а по книжкам? Это... Не, погоди. Так непонятно. Какая прочитана? Это нечитанная. Это нечитанная. Не, давай вот так. Нечитанная, нечитанная. Да, у вас же книжки нечитанные. Да, все нечитанные. Все книжки, у которых есть название, нечитанные. Значит, я сейчас пойду к оленю. Уже пора к оленю. Очень пора к оленю. Очень сильно пора к оленю. Все равно не сказать, что прям сильно хорошо тут стихло все. Но будем пытаться. Да, значит, надо в следующей серии сходить в ЖДВВ. Там можно пару оленей, пару шкурок приобрести. Кроликов там, разумеется, нет никаких. Ну и хрен с ними. С кроликами. Так, куда-нибудь вот сюда поставить, чтобы хоть с одной стороны была защита. Ветер откуда? Ну, вроде как отсюда. Ну, давай вот так. Я не знаю. Я не знаю, что мне делать с той бедой. Давай так упором разжечь. Хотя, конечно, ветер вроде все равно здесь дует. Ну, у меня хоть тут доски с одной стороны, с другой стороны. Вот какой-то агрегат водоперерабатывательный. Думаешь, ОЕ? Тебе виднее. ОЕ так ОЕ. А я пока мясо буду жарить. И воду давай поставим, чтобы она мне это... Не фигурировала так. Вот котелок я сейчас раз приобрел. Да? Товарищ олень. Тоже ты какой-то так себе олень. Олень, что-то в последнее время так себе олени. Мало в них. Мало в них чего полезного. Нету в них в двух килограммах? Двух килограммов мяса. О, это тоже давай бросим. Пусть он тут разогреется. В копилку кулинарии. Что там вода? До закипания 4 минуты. Пока возился, уже мясо приготовилось. Воды тоже давай поставим пару литров. Пусть готовится. Я ж... А я таблетки нашел себе, да? Ну-ка-си, 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 ну-ка-си. Что там насчет таблеточек? И есть. Вот, значит, ее не надо кипятить. Значит, ее только это. Только превратить в растопленную, не питьевую воду. Это значительно ускоряет процесс приготовления воды. Примерно в два раза. Очень хорошо. Я сейчас тогда просто-напросто... Чтобы она закипела. Я сделаю так, чтобы она закипела. А потом я ее... В нее таблетку положу и потрусил ее так. Трусь, 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 трусь. И она должна перемешаться с таблеткой. И стать пригодной. А я ей до расплавления еще 33... 43 минуты. Ох, какая она долгая. Конечно, хорошо, что я тут нашел топорик. Но вот в ПМС можно найти топор самодельный или нож самодельный. В этой, как его зовут, в лагере браконьеров. Безусловно, конечно, в начале игры лучше, чтобы был топор, а не нож. Потому что топором можно и рубить, и все делать. И банки открывать, и дрова рубить. И в крайнем случае даже какую-нибудь шубу себе изготовить. А ножом что? Только одежду делать, а рубить им уже ничего нельзя. Он менее универсален. Топором можно и от волка отбиваться. Но хотя, конечно, пока мертвые спят, тут лучше вообще нет кого не отбиваться. Лучше избегать этого по возможности, по максимальной. Потому что все эти отбивания закончатся не очень положительными образами. Так, ладно. Хорошо. До расплавления 6 минут. Вот он расплавился, и мы ее заберем. И поставим вместо нее новую. А сюда что я поставлю? А сюда я поставлю еще пол-литра воды. И пока костер горит, я с олендера сниму быстренько. Шкуру. 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 Дай мне. Дай мне шкуру. Шкура. А не, кожуру. Кожуру дай мне. Он дал мне кожуру. Так, до расплавления 12 минут. Вот немного кожуры приобрел. 27 минут костру. Так, слушай, а ты бы мог же, блин, взять и рубануть вот эти дрова, да? Мог бы. Я их буду рубить часть 57. И из расхода на них 439 калории. На них все свои калории из расхода. Не. Я отказываюсь их на данный момент рубить. Мне это, как говорил Щекан, и торчь моему народу. Это не надо. Мне интересно. Не надо это моего народу. Пусть так походит. Я и так жрать нечего. Че жрать-то сейчас будем? Опять ночь надвигается, а жрать нечего. Ну, грибы вот эти ты можешь, короче, пожрать. Ну, на грибах ты тоже далеко не уедешь. Не, я на грибах овощи никуда не уеду. Так. А, погоди. Тут же еще два куска мяса. Фига себе. Тут же еще два кусочка мяса. Тут вот терминатор. Это мясо-то так себе. А зачем ты забрал? А, ну мясо что положить? Да я хотел сейчас этих грибочков рейш наготовить немножко. Сейчас наготовим немножко грибочков рейши. О, я точно помню, что я одного оленя забыл на ферме Спенсен. Ну, точнее, не оленя, а шкуру. Ну, там все... О, там у меня еще это мясо есть. В инвентарь почаще заглядывай. Дядь Сашок. Дядь Сашок, в инвентарь заглядывай почаще. Ой, а у меня там 6 литров, да? Я стоп не переработаю. А я стоп не переработаю. Придется кипятить. Терминатор включился, что ли? Это что, у вас что ли терминатор включился? Если уйти в одинокую топь, то там будет огромное количество грибов. Ну, там, блин, зябко бичевать. Да. Бичевать там зябковато. Все, таблетки в делу потребил. Молодец. В кои-то веки ты про них не забыл. Два литра осталось. Главное, что? Главное, не выпить. Да. Я могу это выпить. Мне это забудет. Моха. Волни повязки из моха не нужна. Да, тут рейш это на самом деле тоже так себе. Такая же фигня. Какая бы фигня ни была, а мы будем эту рейшу готовить. Правильно? Правильно. Клады шиповника. Вот тут, смотри, две порции. Одна порция. Ну, вторая порция. Ну, пару лишних. Сотен калорий. Рада, пока их будешь делать, калории тоже затратишь. Вопрос, какой из всего этого будет пары кур. Так, надо костер продлить. И воду дотопить. Че мне эти два литра воды не пить? Его при себе таскать. Они мне нахрен не нужны. Поэтому костер мы продлеваем. Складываем сюда... Не-не-не-не-не-не. Складываем сюда два литра не питьевой воды. Она 54 минуты закипать будет. Значит, еще придется палочку метнуть сюда. Хренякс, палочка, хренякс. Скорее всего, все нормально будет. Скорее всего, после этого хренякса все будет нормально. Но я не уверен. Да погоди, накормлю я тебя. 31 минута, 29, да. Кормлю я тебя. У нас тут, видишь, какой хренякс. Там сразу ныть. Никогда так не была голодна. Все, пошли в дом. Жри вот это. Нет, ты жрать это будешь, когда в дом придешь. Так, опа-на. Метель началась. На всякий случай, факел синий в руки. Хз, что тут от волков ждать? Где он тут ходит? А то даже факел иногда зажечь не успеваешь. Так он неожиданно. Ага, он тут дежурит. Дежурный волльчик. Он кожуру хотел, кожуру забрать хотел у меня. Это дежурный волк, дежурный волк. Хотел кожуру забрать. Батсон, не давать ему кожуру. Нет, Холмс, не дам кожуру. Наша кожура. И мы ее будем жевать. Пустая банка. Да пустая банка мне не нужна. Пустую банку можешь выбросить. Вот такие перпендисы. А котелок-то я забрал? Забрал. Ну что? Давайте, Ватсон, спать. Спать, 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 спать. Ой, спать, спать. Опять ты до утра не дотянешь. Можно, конечно, в ночь дернуть. В эту. Там без дров, блин. Дергать. Понимаешь, да? Понимаешь, с чем это может быть кончить, если ты там без дров гонять. Холм там будет. Да под утро высовываться из дома. Уж лучше я тут просижу. Как говорил товарищ ручечник, уж лучше в клевту лагерном. Не то. На лесосеке, чем в костюмчике. На перео фокса. Не, давай я как-нибудь тут попрозябаю. Там сейчас холодно, голодно. Волки воить. Ау! Так. Еду только вот не забудь принять. Сейчас приму. Больше всего, конечно, расстраивает, что кора березовая негодна, хоть просто ее жрать бы. Потому что тоже там 100 калорий каких-то с копейками. И согреться можно. А нет. А нет. Кулинарии 3,5. Фуд, говоришь? Фуд. Футболь. Сейчас будет тебе фуд. Мы с тобой уйдем в соседнюю лесосеку. В железнодорожную ветку. В водопады Воронова. Там чуть-чуть Тимофеевки. Чуть-чуть Тимофеевки. Самое малость Тимофеевки. Слушай, ну давай, наверное, вот эти книги мы сейчас с тобой тут бросим. Че ты их таскаешь? Ты же все равно их читать сейчас не будешь. Ну куда тебе их читать? Читать сейчас нет никакой возможности. Потому что есть нечего. Че калорий тратить на них? Вот. Поэтому пусть они здесь лежат. Вот. Стул давай рубанем. 110 калорий. Блин, опасно. Ну рубанем все равно. У меня же в пещере тоже будет холодно. Ты же понимаешь, что там просто так жить не сможешь. Ты там сможешь жить только под постоянным... Под шафы я! Под дровами ты там сможешь только жить. Все время надо будет закидываться дровишками. Иначе будет песец. Иначе будет песец, колотун и бабаевский. Ну то есть холодно тебе будет. Ну знаю, давай починим. Немножко прокачаю починку. И вот фуртку тоже починю. Ну и получу там каких-то, может, градус я в результате получу вместе с защитой от ветра, который чуть усилится. Да не могу я пока никуда идти. Слышь, какая метель. Ты слышь, какая метель? Товарищ, слышишь метель за окном. Вот если слышишь, то сиди, товарищ, на своем мускулюс глютеусе ровно. Сидите на мускулюс глютеусе ровно. Куда вы рыпаетесь? Остридина и Влампиевна. Там же ж не погода. Ну, два часа ты можешь издохнуть. А метель ей пофигу. А она два часа не желает нам ничего. Давай, 77%. Давай, давай. Лишний градус себе получу, может быть. Может быть, получу. Я представил миг прекрасный, как я градус получу. Да, получишь ты градус. А это можно чинить? Ой, да ну это такое говно, еще их чинить не надо. Ходи в таких. Ходи как дурак в таких непочиненных. Я как дура. Я за женского персонажа играю. Слушай, женский персонаж. Ну, а что еще починить-то? Ну, давай еще. Две десятых градуса получим. Давай. А, не удалось. Так, 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 так. Там бонус, бонус, бонус. Это не надо вытерять. Он мне дурак пока к память. Собственно говоря, вот пока я здесь сидел, у меня жрачка вообще кончилась. Я вообще конченый. У меня жрачка кончилась. Что, когда там кончишься, а? Ты заколебала? Собака. О, кончилась. Э, ну какого хрена? Какого хрена? Ну, там сейчас тоже... Старвинг, я понял, да. Старвинг. Иди. Беги. Собирай-то. И Тимофейки там тебя ждут. С половиной. Температура минус 9. Минус 9 это ж куда не шло. Самое главное, кроликов нету. Да, вот жрать-то нечего совсем. Нет совсем. Так бы кроликов набил. Рукавички себе бы сделал. Да какая же была бы красота. Так какая ляпота. А так, ни красоты, ни лепоты. Не пойми чего. Можно убрать. Тут хищники не живут. Тут вообще никто не живет. Тут ни оленей, ни кроликов пока мертвые спят. Здесь пустыня. Ватсон, Ватсон. Здесь же пустыня безжизненная. Хохот. Никто тут не живет. Здесь безжизненная пустыня. Музыка только вот играет. Тут вот даже Тимофеевке вообще не выросло ни одной. На той стороне может будет один жалкий початок. Вот, собственно говоря, и откушал ты тут. Вон початок раз. Раз початов. Вон еще несколько початков. Вниз спуститься. Ну, вниз спуститься можно. Но там тоже. Но там олей может быть двухкилограммовый. Там хороший оленчик. Ну, пока не вниз спуститься. Это если трос есть. Ну, и его процентов 90 нету. Я думаю, что нет там никакого троса. Никто его мне туда не клал. Точнее, не клали на меня. И трос туда не клали. Так что нечего там искать. Амиратура 0. В зону защиты от ветра попал. Фига себе. 8 градусов. Вот была бы у меня одежда чуть получше. Плюс бонус бы был плюс 20. Мне бы сейчас было тепло. Да. Но у меня бонус не плюс 20, а всего лишь плюс 1. Дцать. И старвинг. Я старый. Да, ты старый. У тебя старые песни. Тебе все время надо есть. Неплохо. Закусишь, Астридина? Выпишь? Закусишь? Старый. Так, троса тут хрен там плавал. Так что. Ну я и особо-то не рассчитывал. Так, канистра с горючим. Все, валим отсюда быстро-быстро в пещеру. Пока я тут не замерз. Бзз. Пока не замерз. Бзз. Значит, трос сюда надо приносить. Ну, значит, принесу, если надо. Ничего, какие вопросы. Все, начальник, если надо, я принесу трос. Олени могут быть мертвы. Да, живых тут оленей, я сказал, не ходят. Но могут быть неживые. Холодные и мертвые. Могут быть. Вот с них-то можно снять шкуру, кишки и прокачать кулинарию. Еще здесь должны расти березы. Хотя бы несколько штук. Кора березовая не нужна. Только как труд могу ее использовать в ПМС-100, пока мертвые спят. Хотя нет, просто ПМС, пока мертвые спят. Причем здесь 100? Да хоть миллион. Все равно кору нельзя использовать. Олень, как видим, лежит. Давай вот здесь быстренько такой кружок дадим. Эх, а тут столько коры. Столько коры валяется беспризорный. А березы где? Ватсон, где березы? Палки собирай, березы тебе. Сейчас костер жечь будем. Костер сейчас жечь будем. Греться будем. Оленя жарить будем. Греться будем. Оленя жарить будем. Вообще тут обычно растут березы. Около этого. В пещерочке произрастает она. Видишь тут какие хорошие еловые дрыночки. Да только ты их хрен возьмешь. Уже холодно очень. Да надо около них целый костер разводить. О, что, одна береза что ли? Ну да. Причем тут нет следов, что другая не выросла. То есть выросла одна. Вот и выросла берез, берез, берез. А вот ты выросла. Слушай, ну с Олендром, наверное, будем делать такую фишку, что костер-то я разведу в пещере, а к оленю просто буду бегать. Ну да. Буду бегать и спрашивать. Олень, ты как поживаешь? Как поживаешь, олень? Да, примерно так. А как же он поживает? Давайте знаем. Давайте все знаем, как он поживает. Он поживает на 800 грамм. Хреново он поживает. Поживальский. Поживальский олень фигово поживает. Мне не нравится, как он поживает. Мог бы поживать и лучше. Поживай мне. Ага, ничего тут не горит, я понял. Олень, что так плохо поживаешь? Кстати, сейчас я серию уже буду заканчивать. Кстерок разведу, схоронюсь и хорэ. А как там поживает олень, это уже в следующей серии мы с вами будем активно изучать. Хорошо, что хоть чипсы здесь какие-то нашел. Хоть чуть-чуть пожрать будет. А то вообще ничего нету. Так, сколько палочек нашел? 23 штуки. Костер разводим. На там, где у нас холодный воздух. Вот, смотри, ты тут вот в этой части пещеры теплее. Плюс 13. А тут вот у нас плюс 2. Вот разводим там, где холоднее. Потому что... А где холоднее, это считается как улицы. Там огонь будет гореть дольше. А нам выгодно, чтобы огонь горел дольше. Так, ну ты можешь ее всю съесть. Тебе ее не к чему беречь. Ты же не собираешься, чтобы у тебя здоровье тратилось из-за того, что ты голодный. Вообще, лучше поберечь здоровье. Оно еще 10 раз успеет упасть, а то и 100. Так что лишний раз придется его беречь. Поэтому съедай все. Не знаю, зачем. Зачем тебе не съедать? Тебе надо съедать. И водички. И давай себе вот так сделаем. Мари. Мари, что есть? А, ты все приготовил, да? Ну, то разогрей. Вот, разогрей, выпей и ступай до оленю. У тебя же есть ножовка. Поэтому ты можешь его мерзлого ковырять. Да, тебе повезло. Как бы тебе повезло, моей олене. Потому что я могу тебя ковырять с замороженного. Не нужно никаких глупых костров разводить. Не нужно никому ничего объяснять. Да. В принципе, смотри тут, как я подсел, да? Как я подсел к оленю. А, мне даже тепло. Вообще тепло. Мне в принципе тепло. А что так тепло-то? Плюс один. Хм. Даже в моей дрищовской одежде мне тепло. Удивительное рядом. Слушай, может тогда давай с лучшим воспользуемся. Коль у тебя в твоей дрищовской одежде тепло. Вот. И дров нарубим. Под защитой. Под защитой очередного гриборейша. Да давай, наверное. Столько. Сколь я тут сидеть буду. А вот там такая красивая еловая дрынка была. Я бы ее еще как дернул. Так, 45 минут еды закипания. Костров горит час 55. Давай вот эту вот фигню. Хотя можно просто чаю. Ты же помнишь. Ты не можешь ничего лечить этим чаем. Ты им совершенно ничего лечить не можешь. Тут просто еловая дрынка была. Ага. А вот уже холодно, да? Уже походу все. Лавочка закрыта. Ну хотя минус 8. Ну может еще похолодать сильнее. Плюс один. Смотри, плюс один показывает. Прикольно. Фу. С ума сойти. Это что же за место такое я тут нашел удивительное? Ну пошли в костер дров подкину. Еще сюда сбегаю. Да гля, тут просто тепло в этом месте. Какой-то бак или я не знаю. Или такое завихрение ветра. У вас что, Ватсан? Завихрение ветра случилось? Вода не википеля. Не википеля. Не википеля. Да просто мне это. А так вообще, гля, ветрища. А там приседаешь и нормально. Хм. Купец какой-то. Ой, а где эта дрына? А вот она, она. Хм. Скала защищает от ветра. Понимаю. Понимаю. Ну вот все, перестала защищать. Не, ну как? Нормально защитила. Во, дровами себе обзавелся. Вот это я понимаю. Дровишка себе. А дыбл. Дровишки лишними не бывают. Я вам так скажу. Правильно, Алендр? Правильно. Правильно, дядь Саша, говорит Алендр. Так, Алендр не говорит. Это мы знаем. Не бывает Алендров говорящих. Бывает только Ватсон говорящий. Топорик. Его надо регулярно затачивать. Он очень меня сейчас выручил. Очень выручил. Я дров себе. Я дров себе раздобыл. Без топора бы мне было проблематично. Вот. За счет этого я здесь могу хоть посидеть. В этой пешерке. Потому что мне по-любому будет холодно ночью. Я просто в этом и уверен. Вот. И чтобы сильно не страдать. Я лучше сразу костер разведу. И буду около него спать. А что ждать милости от природы. Природы милости хрен дождешься. Это мы уже проходили. Одежда такая плохая. Это сейчас мне днем было хорошо. Тепло. А сейчас начнется ночь. Как начнет дуть. И буду я тут метаться. Не. Сразу костер. Трава есть. Топор есть. Топор заточил. Все. Зашибись. Пожри вот оленинки. И ложись спать. Там еще один олень лежит. И внизу есть олень. Ну внизу я не скоро очутюсь. Там надо идти за тросом. На подлокацию вид на озеро. Вот. Брать трава. С тросом сюда приходить. Желательно еще какой-нибудь еды притащить. Может к этому моменту мне какие-нибудь кишки высохнут. И я себе это. Я себе удочку сделаю что-ли. Кстати о кишках. Надо же сходить забрать. Чего у оленя осталось. Да? Да. Надо. Надо, Вася, надо. А то есть не дай боже. До него костер доходит. Температура. Хотя далековато не должно доходить. А это ты поглянь, что будет написано. Размороженный. Не, замороженный. Просто вдруг до него костер добивает. А то он разрушится. А мне с него нужны и кишки. И шкура. Понятно. Не, я еще час, наверное, не смогу. Мне, наверное, надо. Хотя, не знаю. Давай попробуем. Факел возьмем. И попробуем. Шкуру надо сразу забрать. Нечего дело на утро оставлять. Сейчас вроде ночка теплая. Спокойная. Вот и пошли. Что там у нас с тобой получится? Я не знаю. Ничего не получится. Так, ножовка. Сейчас будем пилить. Нормально. Даже почти не замерз. Температура здесь у меня минус 6. Во! Та самая метель, о которой я говорил. Вот она нагрянула. Вот она нагрянула. Да я даже не сомневался, что она нагрянет. Это не в смысле метель. На чаю она нагрянет, когда ее совсем не жужжнее. Эту метель я ждал. Я знал, что она нагрянет. Иллюзий, что кожуру соберу и метели не будет, у меня не было. Я знал, что как только я соберу кожуру, сразу начнется метель. Не, ну мне здесь тепло. Тут плюс 51. Вот это температура, да? Да, Ватсон? Ну, плюс 51, это, конечно, красиво. Но жрать вообще нечего. Но там есть еще один олень. Поэтому мы спим 7 часов. Вот. Смотрим. Ну и, наверное, на этом серию я завершу, друзья мои. Да? Да, думаю, да, завершу я серию. Хвайт. Четвертая серия по МС-200 подошла к концу. Вот. Остальные приключения в следующей серии будем пытаться не издохнуть. Сколько я тут нажил-то? Сколько ты нажил-то, очучила? 12 дней. Тебя еще знаешь, сколько нажить надо? О-о-о, много мне надо нажить. Ну шо, ребяшки-невчаточки? Благодарю, что вы меня смотрели. А, кстати, че, олень не пропал? Олень, ты че не пропал? Вот же. Большое спасибо за то, что меня смотрели. Следующая серия, наверное, завтра. Вам удачи в игре. Астерегайте, что маяков. Ну и сами не болейте, будьте здоровы. И, да, учебы вам. Успехов вам в новом учебном году. Начался новый учебный год. Тем, кто учится, успехов. А тем, кто учит, ну, в смысле, родителям, им тоже терпение. И успехов в терпении. Все, до скорых встреч. Увидимся.